Заполняем из аудитории студенты, члены нашего северо-западного отделения Академии Геополитических Проблем. Мы сегодня в преддверии Нового года встречаемся с Меонидом Георгиевичем Гошовым. Отчетная менелизация. Я не буду локалит вам специально для нас, но выиграл время. Выиграл время, чтобы подвести проведение о теме, которое вы назначили. На экране я хотел бы сразу чуть разобрать сообщение, буквально кучу, Две недели назад вышла книга Леонид Григорьевича «Питр за Россию». Это его материалы выступлений, прощений, статей за последние два года. Спасибо за предложение. И начну я с того, что те события, которые происходят сегодня на мировой арене, они есть проявления геополитических законов, я их назову, как она мерности, ну и, конечно, категории геополитики. Геополитика по-прежнему правит мир и определяет будущее. Я назову три основных закона геополитика, которые вот сегодня в полной мере проявляются. Первый закон фундаментального дуалитика. Не мы его выявили. Именно англосаксонский мир выявил этот закон вечного противоборства цивилизации суши и моря. Противоборство двух смыслов жизни. Один смысл жизни у континентальных народов – это жить продуктом своего труда, на земле, привязываться себя к земле и развиваться за счет земли и собственного труда. И второе суперцивилизация Моская – это жить добычей, добывать то, что ты не выращивал, не селил, не пахал, пошел, поймал и так далее. Вот два смысла жизни, они противостоят друг к другу. Наши геополитические классики, наши геополитические, даже Николай Яковлевич, Нагилевский и евразийцы не соглашались, что есть вечное противоборство. Что надо сближаться ему, для того, чтобы выполнять ту функциональную заданность, которую человеку предписано. Мы здесь не случайно появились, не от обезьян, поверьте. Потому что каждая бухашечка вписывается в гармонию природы, и она имеет свое предназначение. Поэтому и человек, и человек разумный, он появился, не от обезьян. Я в эту цепь случайности начинаю, от прошлого взрыва не верю. Что, что, слишком все случайно, но вот это гармоничное условие. Вот. И вот здесь противоборство есть действительно между вот смыслом жизни, который был задан, там, сверхразумным, природными какими-то там законами, закономерности человеку, и его антиходом. Жить вне своей функциональной заданности. Это вот первый закон. И он, мы видим, проявляется сегодня в полной мере. Как мы облизывали американцев, как не любили там Европу. Вот. В результате получили то, что обязаны были обязательно прогнозировать, учитывать и, естественно, нейтрализовать то, что пошло. Второй закон – это закон контроля пространства, понимая его пространство, во всем его многообразии. И только география, да, когда этот закон формулировался, географическое пространство являлось главным. Но, по мере расширения человеческой деятельности, многообразие пространства изменяется. И появилось вот такое пространство, пространство сегодня информационное, или информационно-психологическое, космическое и так далее. И вот этот закон, он объективный закон, говорит о том, что наиболее жестокая борьба ведется за наиболее значимые на данный исторический момент пространства. И сегодня, ну, экономисты говорят, что главная, вот, борьба, главное пространство, пространство, которое ведется борьба, это ресурсное. Ну, моряки говорят, главное в стратегической коммуникации. Геополитика, русская геополитика, говорит, наша современная российская геополитика, говорит о том, что сегодня главным пространством, за которым ведется вот эта ожесточенная борьба, это культурно-цивилизационное пространство. И я вам скажу, это второе соединение. Борьба за сознание, изменение идентичности целых наций и цивилизаций. Слом вот какого-то исторического стержня, слом традиций собственных, культуры и так далее. Мы сегодня это наблюдаем, вот особенно с 90-х годов, наблюдаем в полной мере. И третий закон, выведенный в наши академии и отработанный, апробированный, это закон цивилизационной предрасположенности и несовместимости цивилизации. Каждая цивилизация, это культурно-мировая цивилизация, это самобыт. И она выстраивается на определенной системе ценностей. Об этом хорошо не было явно в Данилевской своей работе «Россия и Европа» в 1869 год. Во главе этой системы ценностей, как смысла жизни, лежит культурно-мировая цивилизационная кода. Данилевская работа – это высший нравственный смысл. И от него выстраивается матрица, и от него вся система ценностей. И вот культурно-мировая цивилизационная кода нашей цивилизации, русской, русской, евразийской, российской, как удобно, является совесть. Матрица – совесть, святость, справедливость. И вот наша матрица, наш культурно-мировая цивилизационный код близок где-то с китайской цивилизацией. Очень близок с индийской цивилизационной матрицей, с российским исламом, вообще с исламом традиционным, потому что у ислама кодом является долг. И совершенно не совместим с западом, потому что там высшим смыслом их нравственности, если можно так сказать, является выгодой. А матрица – выгода экспансии на систи. И вот эти три закона проявляются, и мы посмотрим, как проявляются. То, что сегодня происходит в мире, это и есть процесс воплощения англо-сарцовской мечты о мировом господстве. Советский период, период Холодной войны, был самым стабильным периодом и самым продуктивным периодом в истории развития человечества. Сложился баланс сил, и сложились две системы с разными смыслами жизни – мировая социалистическая и капитализм. И именно вот два было центра – это классическая формула закона фундаментального дуализма. Два равносильных центра, две системы и два мира. И был третий полюс, размытый, и сегодня это полюс, размытый. Это третий мир, это называется, передвижение, оформившее движение нефти среди дней. И вот, когда все это рухнуло, 92-й год. Главный американский документ, или главный документ, американский делополитической стратегии. Стратегия национальной безопасности. Фиксирую, цитирую. Нашей главной целью является предотвращение возникновения нового соперника, будь то на территории бывшего Советского Союза или в другом месте, который представлял бы угрозу, сопоставимую с той, которую представлял Советский Союз. Нашей стратегией должно быть предотвращение возникновения любого потенциального глобального соперника. И речь идет не только о сопернике, который сравнивался бы с по числу ракетов и его военных потенциалов. Речь идет о цивилизации как соперника. Вот задается такая вот парадигма развития. А это, в основном, осуществление, или стратегии осуществления американской мечты. Мечты англосаксонского мира, УБФ, финансовая, мировая регулировка. А мировое Господь. Мировое Господь. И в стратегии национальной безопасности США появляется новая формула мирового Господства. Новая формула мирового Господства. Где? Там так было записано. Обеспечить безопасный доступ. Ну, считайте, установить контроль, что будет безопасный доступ. Над ключевыми районами мира, стратегическими коммуникациями и глобальными ресурсами. Вот американцы, значит, как видели, вот, осуществление своей идеи мирового Господства. Вот три объекта устанавливают в контроль, и все будет. Я оговорюсь немного. Американцы, да и вообще Запад, очень много делали для того, чтобы вот ослабить, а лучше всего разрушить Советский Союз. Вот тогда и мировое Господство. Но, когда Советский Союз, у американцев не было теории управления его однополярным миропорядком. Не было такой теории. И поэтому ставку они сразу сделали на превосходство военной силы. Военной силы. И мы не заметили, ну, советская руководство, советская аналитика, не заметили, что произошло изменение американской геополитической стратегии. Все апеллировали к ракетам, и чем мощнее, тем лучше, тем надежнее защита. Не получилось, потому что американцы отработали концепцию новой мировой войны. Вот сколько ни пробовали нас взять силой в нашей истории, выходило все наоборот. Там унесли большие потери, материальный ущерб. Но всегда после войны взрывались своим развитием. Какой-то рыбом осуществляли. Ну, тут у меня собственная версия и теория, почему это случалось. Но, тем не менее, вот никак не помню. И вот они отработали теорию, можно сказать, войны нового типа, как инструментарий управления вот всем человечеством. Военных силов не хватало. И опыт Советского Союза был обобщен, опыт развала, падения Советского Союза обобщен был. И возведен уже в рамки теории новой войны, как бы там они ни называли. И сущностью любой войны являются операции. Если Российская война, это, наверное, статистическая операция в основе режима, то здесь стали геополитические операции. Причем цели этих операций, они те же самые. Овладеть территорией, разрушить государства, совершить перевороты, изменить ли сознание людей. Если раньше все это делалось с помощью страха, массовых репрессий, геноцидов, то сегодня стали делать более умными мерами, мероприятиями. И вот ключевыми объектами этой операции, геополитической операции, новой войны, стали не те объекты, которые были готовы. Главное – это военные объекты, узлы, производство мощное, пункты управления и так далее. Здесь стали решать вот такие вопросы. Главным объектом – система духовно-нравственных ценностей государства. И она начинается с истории. Посмотрите, как это выглядит. Совесть вообще… Вот студенты наши, наши молодые коллеги не помнят, но мы в 90-е годы, у кого седина, есть. Вот. Мы помним, как историю извращали. Как меняли ценностью, чтобы выкровить вот этот главный на жизни смысл, смысл поведения. Совесть. И я помню, как вот, господа, господа Хакамада, там другие вот выходили, и перед Верховным Советом потом думают, значит, там на телевидении, и видят девочки, когда вот о проституции, что они несли. И вот помним, наверное, да, при чем здесь какие запреты там и так далее. Это тело ее собственность. И она распоряжается как хочет. Все, ее собственности никакие. Горбачев еще там до этого прятку. Разрешено все, что не запрещено законом. А совесть не запрещена или так. Еще много. Вот. Я возвращаюсь к первому закону геополистики. Вот в этих смыслах, двух смыслов жизни, двух цивилизаций морской и континентальной, вы знаете, есть серьезные различия в государственном построении и в системе законодательства. Россия, как и другие восточные цивилизации, никогда не имели такой разветвленной системы правового законодательства. Но доминировали всегда законы моральные, правские. Этим нельзя заниматься. И общество регулировано. Потому что в той же деревне, если что-то человек не так ведет, всеобщее презрение, он становится изгоем. А на западе все регулируется. И мы пошли по этому пути. Я думаю, скоро закон будет о том, как переходить по улицу. Зажег все зеленые, значит, законодательно можешь, там, идем. Ну, по тому поводу. И моральные законы у нас ослабели, сейчас немножко выручились. То есть, вот разрушив вот эту систему духовно-моражную, разрушив систему морали, потом легче завоевывать и территорию, что у нас получили, нарезали другую. Все общенародное, общегосударство, приватизировали и так далее. И разоружали оборонку и так далее, потому что вот этот сервер был еще. Второй объект – это политика, идеологическая система государства. И здесь запад и наши либералы, либералы поддержали великую ценность. Что такое идеология? Да, имели в виду коммунистические ценности. Это производные вот идей. Геопатические идеи, рациональные идеи, государственные идеи. И в Конституции записали запрет на государственную идеологию. То есть, живите, ребята, но в голове никаких у вас идей быть не должно. Вот это записано. А дальше уже, если нет государственной идеологии, то нет идеи. Здесь наверняка конструкторы, присутствуют будущие конструкторы. И прекрасно понимают, что чтобы что-то создать, рождается в голове идея. Или отбирается из множества идей. И потом уже идет вот конструирование. А когда у тебя идеи нет, ты можешь только торговать там где-то и так далее, но не конструировать. Вот это объект, я его ставлю на второе место. Властующая элита. Зачем гробить армию, тратиться, когда назначил Питерского Сердюкова министром обороны и продвинуть витведи. Тоже питерцы, я крылья вам, президент, и армии не будут. Все, пожалуйста, продвинуть. Продвинуть вот финансово-экономический блок своих людей. И мы получаем вот финансовый кризис, назарение и так далее. И причем вот мы говорили, что кризис, тяжелейший финансовый кризис в 98-го года, в 2008-го год. И казалось бы, вот как военный, если потерпел поражение в какой-то операции, то садятся самые сильные мозговики и анализируют, откуда эти кризис, что стало причиной этого кризиса или поражения. Какие-то посредствия вызваны и дальше изучив, исследовав, а что делать, чтобы не повторить, чтобы теперь-то очередного поражения. У нас это сделано не было, и поэтому вот эти два объекта, они формируют геополитический проект государства и цивилизации. Если это поражено, то никакого собственного проекта нет, и мы вписываемся, втягиваясь в чунды нашего проекта, потому что сегодня нет, опять же я, ко второму закону, нет неконстролируемых пространств. Все пространства во всем многообразии, географии, космос, находятся сегодня, находятся в рамках проектов различных государств, коалиций, групп государств и так далее. И если у нас этого нет, у нас нет чобственного проекта. Мы же не знаем, какую Россию устроят, или какая армия нужна нам была. Вот сегодня угрозы появились, мы увидим, и вы засуществились. Дальше властвующая элита, я вам говорю, как объект. Финансовая система, затянув финансовую давку, и вся страна прыгает, не развивается, а прыгает вместе с курсом доллара и рубля по отношению. И, конечно, под контроль нужно взять лишнюю дату. Вот что такое новая война. И сегодня в формате геополитических операций, это не выдумки наши, это то, что применял Запад, начиная с 90-х годов. Операции по упразднению международной субъектности государства. Чтобы государство, и в целом сегодня система государства, не являлись субъектом мировых исторических процессов. Значит, нужно подорвать, на основе поражения геополитов, операции на основе эффекта. Это американская операция. Совокупно создать такие вот условия, чтобы как бы незаметно, вот как сегодня кризис происходит, и смотрим, там сработали, там сработали, там назначили своего человека. И совокупно мы получаем, по сути дела, разрешение системы управления нашего государства. Операции по экспорту нестабильности, это теория управляемого хаоса, и мы тоже наблюдаем операции по подрыву потенциалов. Очень интересные операции, которые следует изучать. И плюс преемтивные войны, у нас это направление, видеоуральское отделение, это видеоуральское отделение, это замечательный наш руководитель. Суть, это вот недавно, в 2006 году Буш подписал, только директивы о проведении суть, вот что, они вот исследовали, осознали, что да, вот можно совершить переворот, можно уничтожить государство, разгромить армию, но проходит какой-то переворот, и опять все возрождается. И поэтому в преемтивной войне, вот, они три положения вписали туда. Первое, ну, устроение диктаторских режимов или недемократических режимов. А это, по американскому мерку, любой режим может быть. Второе положение. Очень интересное. Строительство новой нации. Вот они пришли, что не только нужно так свергнуть, но нужно переидентифицировать население, оторвать от своих корней, от своей системы ценностей, что мы и наблюдаем сегодня на Украине. И, конечно, гуманитарные интервенции. Это вот как, это составляющие геополитических операций. И, вот, исходя из этой логики, что можно решать задачи вот такими способами, американцы в начале 2000-х годов, у них 99-2000-й год, проходил так называемый ядерный обзор, в результате которого, они прагматичные люди, в Сенатской комиссии приходят выводить, что мы тратим большие деньги на вот эти стратегические ядерные силы, кормим их, так как говорится, а они прибыли не приносят. Потому что применить баллистику, это опасно. Это опасно, во-первых, Россия может ответить, а американская территория самая незащищенная и самая любимая территория России, и, то есть, баба прибыли не получит. И тогда они принимают решение, первое, выйти из договора по противоракетной обороне в 2002-м году и изменить ядерную стратегию. Заморозить, по сути дела, и в какой-то мере эвалилировать свой стратегический ядерный потенциал. И 18 января 2003-го года Буш подписывает директиву по концепции быстрого глобального удара. Суть этого удара в чем? Это одномоментное нанесение мощного удара по стране-объекту. Ну, сначала планировали четырьмя шестью тысяч крылатых ракет и других высокоточных средств. Одномоментное уничтожение космической группировки страны-объекта и прежде всего разведывателей, навекционных спутников. Одномоментное подавление с помощью системы ХАРП, ДИО, СЛОВЫ, ДВА, БОРТЕР и других средств. Систем управления, включая бортовые системы, реакции и производства. Ну и там еще многое, что одномоментно производится. И планируют в этом первом удара, сегодня уже, говорят, о восемьдесят тысячах, средств. И планируют уничтожить, по сути дела, до 70% ракетно-ядерного потенциала. Это подвижные грунтовые комплексы, в том числе самые современные. Они уже не являются скрытыми комплексами. Во-первых, у нас соглашение есть, что мы с американцами, что мы можем только два маршрута для каждого комплекса иметь, и маршрут согласованный США, то есть удоверяется. Во-вторых, мы знаем в режиме онлайн, каждый сегодня бортовой номер Тополя нашего, Ярс, он прочитывается. Шахтные установки, защищенные, но сегодня американцы отрабатывали, не сегодня, а в 90-е годы уже отрабатывали, глубоко проникающий заряд обычный, и сменяет уже ядерным, или малкоговоритным ядерным боеприпасам, когда я задавал председателю проникающего в Евросоюзе, в Европе, наверное, вот, зачем вы это делаете? Он сначала, ну, может, ты не знал, сказал не знаю, а потом сказал, это мы делаем для того, чтобы вот такие диктаторы, как усеи, которые прячутся где-то там под землю, первым, первым, чем выделил ничто, конечно, это просто. Вот, и вот посмотрите, объекты этого быстрого глобального удара, что за действие, система разведки, ударная система, и систему противоракетной обороны, и систему противолоночной обороны. Вот, и дальше уже вот состав, который, значит, наносит вот этот вот российский генштаб, ну, министерство обороны, там не до этого, у нас, там сходились кругом у нас только одни друзья, а враг наш главный, это терроризм исламский прежде всего, а для терроризма ничего не нужно. Ну, и на всякий случай вот эти, давали триаду нашу, привали там, угребеты, и так далее. И вдруг Путин в августе этого года говорит, как главный угрозик, это он назвал, молниеносный. Еще раз напомню, в 2003 году, 18 января, проводились командно-штабные электронные учения, где рисовали нашу карту, но называли там ее, как она, Маура Азия, что ли, и так далее, и у нас никто этого не замечал, кроме Академии Геоприятий, правда? Вот, и вот, я говорю, сегодня мы оказались под угрозой быстрого глобального удара. Это вот сегодня будет Лерочка Шацкая защищаться, это ее слайд, это ее расчет, но под руководством опытных наших ракетчиков, и так далее. Суть этого глобального удара. Первое, значит, то, что я сказал, вывести основную часть ракетно-ядерного потенциала, включая подводные лодки, которые не находятся в подводном положении, в положении и так далее. Все это вышибается. А дальше, это вот мы уже много лет дрались, приглашали меня там в генеральный штаб, два месяца, когда мы утверждали, что не является гарантией нашей безопасности наш ракетно-ядерный потенциал. Не является. Потому что мы моделировали. Вот смотрите здесь схематично обозначено. Если вот после первого глобального удара кто-то или с пьяном, или может быть волевым таким вот образом принимает решение на ответный удар, оставшимися вот ВГУ, значит, средства, понимая, что запустим там полторы листы, две листы наших ракет или боезарядок ракет, понимая, что далеко не все долетят до американской территории. И понимая, что все, что запустят американцы, полторы тысячи, все к нам придет беспрепятственно. И плюс будет повторный глобальный удар, и плюс вот мы получим все, что прилетит в прошлом. Мы не защищены. Абсолютно. Вот при таком соотношении сил можно ли пойти на ответный ядерный удар? Я вот генералом, которыми дискутирую, и говорю, давайте смоделируем ситуацию. В каком случае вы примете решение на ответный удар? А я при чем? У нас есть руководитель главы команды. То есть, вот понимаете ситуацию, что мы не можем пойти, даже при пьяном ельцине, я думаю, не пошли бы, на полное самоуничтожение ее. И поэтому вот сейчас только в доктрину присутствует. В поре ядерном факторе сдерживание. Слава Богу, как говорится. А здесь вот на этой схеме обозначено. Вот стартует наша ракета. Стартует наша ракета через Северный полюс, идет в Америку. Чем начинают воздействовать американцы? С территории Большей Улыбии вот эти комплексы, ракетная оборона, которые развертываются, имеют дать, это связь по 1,5 тысячи. И они снимают, снимают наши ракеты на разгонном участке проектов. Далее, те, которые в головные части вышли на обитальную проекцию, по ним работают корабельные группировки. Вот кто-то нам задал вот этот ложный пункт, особенно при президентстве господина Медведева, что главная угроза – это Европро. И все. И никто не обращал внимание на морскую оборудование, что на главной программе в программе 93 корабля в американской программе расходит только. 93 корабля в программе. сегодня еще «Волок» с десятками пусковых установок системы «Иджис». А я напомню, 2008 год на орбите заболтался американский там, продвижный «Леспубка». Высота 247 километров. И его снимали. Обычный корабль, система «Иджис». И вот головные части начинают, значит, поражаться именно корабельными установками, которые выстраиваются вдоль пучка траекторий и так далее. С момента достижения рубежа разделения головных частей, значит, опять же работают эти системы корабельные и два позиционных района американское право, где работают и П-3, и так далее. И в результате, ну, американцы, понятно, ставят задачу 100% на свои безопасности своей территории. Ну, 100% никогда не будет, но прилетит там, ну, пусть два десятка боеголовок. Вот. А мы получим, повторю, все, что нам Америка не спрашивает. Вот в этой ситуации, значит, сегодня нужно и Минобороны сегодня и порадочной пищи средства, средства, средства сдерживания. А средством сдерживания может быть только группировка, некий инструментарий, чтобы воздействовать по территории США самую единственную, самую защищенную. И вот 1962 год, когда вот этот карибский кризис разразился, он сыграл великую роль. Этот карибский кризис решил две задачи. Первая. Не позволил американцам осуществить свой план дропшот, когда они пришли к выводу теоретики, что для того, чтобы Советский Союз завалить, надо нанести 300 ядерных удар. И они уже приближались к этому, потому что в 1961 году были размещены на территории Турции ракеты, Юпитеры и так далее. То есть подводили. И если бы этого не случилось, наверняка бы этот ядерный удар состоялся, мы не доставали Америку. И вот сегодня нужно этот опыт учесть и иметь группировку, чтобы немедленно воздействовать по территории США. Американцы с удовольствием воюют на европейском театре военной где-то Суперославие и Штадария. Да, где-то восточно-азиатскую с удовольствием будут. Но их территория должна быть неприкосновенцей. Они не знают, что такое война. Вы знаете, во время Второй мировой войны чем была атакована территория США? Японцы запускали воздушные шары. И четыре Ша достигли территории Ша. Один взорвался на ферме, погибла одна коробка. И он в 1962 год просто показал, что может быть событий. Вот сегодня нужно нужно то же самое. Мы создали локировку не стратегические ядерные цели, но присутствует стратегическое ядерное оружие. Как было головка на ракете. людей. И я интервью давал несколько лет назад и нацелить эти средства на банки федеральной резервной системы. Из каких соображений? Я решил, во-первых, это гуманно, чтобы не погибли люди, а во-вторых, что именно заказчиком всего негативного переворота и валют является долларом американским. Вот. И вот мы вдруг обнаруживаем, что начиная с 2010 года, и это нужно разгадывать сегодня, американцы корректируют свою ядерную доктрину. И вот в 2010 году в обновлённой ядерной доктрине уже появляется нечто новое. В настоящее время США не готовы проводить политику, согласно которой сдерживание ядерного удара единственная цепь ядерного оружия. Смысл понятен, что не только ядерное оружие, они не говорят нам стратегистик или тактистик и так далее. не только цель сдерживания, а значит это и примитивные удары и так далее. И мне представляют, что они завели в концепцию быстрого глобального удара тактическое ядерное оружие. Ну и вот замгновое стратегическое командование опять же апеллирует к ядерному оружию и так далее. И вот это первая половина моего доклада, а мы возвращаемся опять к классике геополицы. Николай Яковлевич Данилевский говорил примерно следующее, говоря о субъектах мировой истории. Сегодня на сцене театра мировой истории главными действующими актерами выступают не этносы и государства, а культуры и исторических типов. цивилизаций цивилизаций 93-й год гарвардский протест с миром взрывает и саму Америку и западный мир, который уже выяснил, народов не будет, цивилизаций тем более все будут жить под одним стандартом, в одной же ценности и вдруг под руководством Соединенных Штатов. И вдруг вот он говорит возникает мировой порядок основанный на цивилизации. Общества имеющие культурные исходства сотрудничают друг с другом. Попытки переноса обществ из одной цивилизации в другую оказываются бесплатные. Страны группируются вокруг ведущих или стержневых стран своих цивилизаций. Взрывает все, говорит о множестве цивилизаций, а тут цивилизаций можно петь. Звучит это как альтернатива американскому фонополярному миру. И далее он говорит границы цивилизации в будущем станут линиями фронтов. Ну и кто считал Картинтона тот знает, что он ставит на первый план как оппонентов, как цивилизации оппонентов Запада это исламский мир. Вот. Ну причины почему исламский мир он конечно искажает. Вот они отстали в развитии сегодня они нам завидуют и поэтому хотят нас и на второй план ставят православный советский оппонент главного мира. И вот подтверждая подтверждение слов Хантингтона вывода Хантингтона посмотрите что происходит сегодня и почему вот сегодня берут Россию за горло почему Украина приходит потому что один сенок будет заявить о строительстве Евразийского союза. Госпожа Хиллари Клинтон госсекретарь США почти матом вырубалась тут же мы не допустим мы затормозим это возрождение там Советского Союза и тогда сразу отреагируют а это госсекретарь это не политолог вот идет значит это возрождение вот этой двух матриц нашей великой цивилизации матрица православная славянская и тюрско-исламская две матрицы две матрицы мы забыли еще один уникальнейший факт в истории нашей страны почему мы не победили почему мы взрывались первые в космосе и так далее потому что вот все народы в энциклопедии там 191 этнической единицы вот они объединялись не так как в Америке там завоевывали уничтожали вырубали под корень цивилизации там и так далее все ради прибыли и вечности своей власти здесь наоборот происходило соединение и 1788 год мудрейший государственный наш Екатерина Великая подписывает ну указ ну праздновали о создании духовного управления бушевам России это не главное о том что ислам России становится второй государственной религией не униадская там не католическая никакая другая христианская секта вот а именно ислам а такое может случиться когда есть общая цель есть задача строить общее духовное пространство и нет между этими двумя религиями принципиальных различий это уникальный парк в истории вот и вот сегодня вот опять вот этот процесс пошел и Белоруссия и мусульманский Казахстан 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 идет формирование вот этой цели солны нашей косматричной основы шанхайская реализация сократ в будущем это будет евроазиатский союз мы уже китайцам заложили найти бы кого еще у нас в России заложить в голову для принимающих решений это коалиция по сути дела цивилизации или мапичных государств цивилизации евроазии большого евразийского контингента и шанхай группа стран БРИКС это вообще будущем союз незападных цивилизаций и посмотрите что происходит ну Дурбан в прошлый год Южная Атва договорится иметь свой банк развития иметь свой фонд и договорится глава государства стран БРИКС а это половина человечества договорится перейти в взаиморасчетах в национальные валюты и не говорят что мы какой-то и варят и вот в Бразилии в Бразилии там мы чередовали свое внимание между футболом где наша сборная позорно проиграла и вот саммитом стран БРИКС ну по первому на саммит стран БРИКС глава государства стран БРИКС были приглашены все латиноамериканские руководители латиноамериканских государств американцы почти так же матом стали угрожать каждому если поедешь там ну все послы по сути дела отметили что нежелательно там ехать и так далее все приехали и стали в очередь да товарищу Синь Цзиньпиню просите но большинство стояло в очередь Путина и не ради денег потому что везде вот здесь инициатором этих процессов стоит Россия состоит в России и Россия сегодня Китай стал экономическим лидером это понятно а кто становится вот нужен политический три чтобы новый мир построить нужно чтобы совпадали как бы позиции трех лидеров стран лидеров цивилизации политическое экономическое лидерство и духовно так вот Россия своим поведением там и по Сирии и по Сноуду и по Украине и по своей степени самостоятельности политической мы за независимость сегодня бьемся становится по сути дела политическим лидером вопрос кто стоит духовным лидером думаем и поэтому не случайно когда Путин возвращался с саммитом РИКС его попытались спить над Украиной подходя он шел в это же время подходя к Варшаве борта последовала там просьба сельским центром изменить маршрут полета уйти на 500 километров и просто поменяли этот борт поменяли с малазийским ну и в результате сделано то что комсомольская правда пишет мы союз инженеров нашли мы вместе проводили исследование с выездом на месте и там четко обозначена картина сначала заход и 30-ти миллиметровой пушкой сработали в кабине экипаж мгновенно погиб но самолет продолжал двигаться и тогда заход второй самолет и с хвоста уже ракета и ваше ваше это готовилось по пути это вообще объявление войны и полнов в Америке трое сейчас наступ самый гудрый и самый объективный это Стивко я ему верю мы с ним встречались не скажем что там выжили и так далее и вот он пишет фиксирует что гражданская война на Украине вызванная незаконной сменой власти в Киеве уже перерастает в опосредованную войну между США и Россией то что казалось невыслимым становится вообразимым речением реального военного натового США и постсоветской России и вот если внимательно проанализировать идет война или не идет война с позиции геополитической операции и вот из этого исторического опыта начиная с 19-х мы видим вроде и особенно сильно то не бомбят но мощное сильное государство близкое от России и Руслан и еще дружественные нам Иран вообще сметен старты мира Ливия дружественные нам Ливия уничтожено и вдруг Путин не позволяет уничтожить Сирию Сирию вот и что же сегодня происходит опять возвращаемся в теории статкновения цивилизации экономисты вам скажут и право будут что там идет борьба за ресурсы за коммуникации ресурсы и так далее как бы чего и так далее и тут право ну кто-то скажет что там идет война терроризма и так далее и все будут правы мы говорим что на севере Африки запущен и не вчера гораздо раньше процесс разрушения исламской цивилизации ну казалось бы вот там да может быть нынешние исламские страны где-то от коронавра отошли от принципов от столпов ислама возможно но посмотрите кто и что сегодня предлагают уничтожать святые уничтожать памятники культуры уничтожать книги сжигаем историю и так далее уничтожить интеллект и через насилие уничтожить духовность то есть вот этот процесс именно носит характер уже ликвидации не просто государств ликвидации цивилизации которые опасны я еще одно оговорочное сделаю вы знаете наблюдая за поведением американской элиты особенно президент вот мне кажется что не берут адмирала Мэконом или Макимна Спайкен вот те что много лет назад написали и читают вот их творение как инструкцию честное слово написал а теперь что идет на Украине ранее полтава свой совмещенный процесс а здесь реализуется даже теория уничтожения или вот установка стратегии национальной безопасности которые демонстрировали в качестве первого слайда не допустить появления соперника не управлять не допустить подрождение России и понятие что сегодня одно государство даже самое сильное такое как Америка оно ничего не значит ничего не значит а идет процесс строительства цивилизации то вот не допустить чтобы Россия возглавила вновь вот эти две личные цивилизации посмотрите какое сходство то что делают на Украине в Украине и на севере Атвии те же казалось бы и там люди и трансляциональный сброд ничего не имеющего общего с ценностями культуры и посланской цивилизации и на Украине казалось бы христиане православные то с чего начинают уничтожать православные церкви носить там памятники и так далее это по сути дела вот интернациональная такая сила искусственно созданная для того чтобы сами себя уничтожали запустить этот процесс уничтожать не по бакировкам нас никогда не уничтожишь и ислам не уничтожишь поэтому идет процесс но вот эти две операции по уничтожению цивилизации они решают и третью задачу уничтожить или ослабить своего соперника в виде пытающейся объединиться Европы потому что куда будут бежать и уже бегут там тысячи десятки тысяч людей вот с Ближнего Востока с Северной Африи конечно в Европу на Америке не доплывешь бегут в Европу побегут вот эти их канализируют на наш Кавказ в Центральную Азию ну и может меньше семьи в полу пойдут сюда беженцы сегодня куда с Украины бегут и к нам и опять же в Европу и так далее то есть решается задача задача перевести и постоянно пытаются спровоцировать чтобы мы столкнулись с вооруженными силами Украины Украина внеблок высоюзник американцы прикажут конечно европейцам защищать Украину и если столкнемся а такое может произойти не под Донецком и Луганском а Крыму сегодня самая крупная группировка вот мы артиллерию там отслеживали танковый группировка но артиллерия особенно коллекционная группировка состреклодачи в районе арбатской стрелки это закрыть вот этот полос проезд полонную переправу разрушить ну и из-за Крыма чтобы что-то что-то произошло а потом какой-нибудь румынский корабль взорвут и быстрый глобальный удар может последовать ну и понятно демонизация Россия в этом плане и развертывание силы то есть идет вот эта война в форме геопаритических операций и и готовится в качестве добивания это быстрый глобальный удар не хватает сегодня в России одного элемента чтобы это свершилось внутренней нестабильностью рассчитывали рассчитывали что русские там или россияне не выдержат вот этого финансового кризиса там пишут все на Крым и прочее прочее и свергнут Путина сбить не удалось свергнут сами наоборот происходит консолидация вокруг Путина и когда говорят пылеса затевают вытаскивать не случается поэтому ждать радио причина этой войны шаг и в качестве экономического лидера отходит на вторые позиции и в качестве политического лидера и уже никто в мире не верит в американские ценности права человека однополые права человека демократию и так далее из США все они уже не лидер не лидер человечества а теории как жить на вторых ролях второй державы мира у них нет и они прекрасно понимают они утратят лидирующие позиции от них отвернется даже Европа в том числе и Британия Китай понятно Россия это я говорил политическим лидером и сегодня одной из причин то что вот война может перерасти в горячую фазу это наша военная сладость то что сделал Сердюков и так и нам первых шестников но демилитаризация произошла России вот и плюс в России нет союзников чтобы с нами в оплат военной операции в отражении участвовать все это учитывается ну и конечно все это находится в формировании нового мира я просто обращаюсь к Владимиру Владимировичу вот он показал события спровоцированы на Украине стали концентрированным выражением пресловутой политики сдерживания сдерживания не ядерного сдерживания развития России вот как в первом свайде протеки было записано вот ну это произошло давно и так далее слава богу у нас есть понимание кто есть враг кто есть друг это я опять обращаю к Кальцинцу 1993 икону этот мудрец уже предрекает что Украина это расколотая страна с двумя различными культурами две цивилизационные матрицы на Украине братская братская братство закончилось в 1169 году Андрей Боголюбский пошел избранный великим князь пытался навести порядок а до этого его отец Юрий Долгорукий пытался навести порядок садомизм там братство процветало вторая статья доходов украины в 12 веке это невольничьи рынки давали и так далее там мощное присутствие уже папских представителей было и так далее Долгорукий попытался навести порядок его конечно обновили сын Андрей был избран великим князем принял трон венец и угол по Владимир и там стал создавать новую луцию в 1160 когда-то пошел походом разгромил отдал Киев на разграбление и на этом наши братцы как бы расколотые линии разлома между цивилизацией проходят прямо по ее центру вот уже несколько столетий то что мы вот отсюда не заметили американец заметил расколотые страны разделенные линиями разлома между цивилизацией сталкиваются с особенно серьезной проблемой поддержания своей ценности то есть не на Украине то что происходит это все как бы закономерно это опять же разлом цивилизационной пункты и я вот привел здесь Пола Криси это достаточно известный известный американский эксперт он постоянный эксперт Совета национальной безопасности США и он руководитель Института глобальных проблем в главном экономическом издании Европейского Союза Европейский экономический вест передает интервью где говорит что ну и образно мужики или ребята или коллеги посмотрите Америка на грани крат 17 триллионов долларов и так далее и вы должны сегодня помочь верить как мы вам после войны европейцам помогали по им плану маршава а значит вы должны вложить объединение к общей рынке сделать нам и вы должны вложиться в спасение американской экономики и вот его заключительная фраза останется ли Единой Украина на карте мира и не распадется это не имеет абсолютно никакого значения для решения основной проблемы спасения главная задача собаки на Украине развести Европу с Россией настолько чтобы европейцы полностью отказались от сотрудничества с Россией и переориентировали свою экономику на полное сотрудничество Украине отводится роль завала который преребет европейское сотрудничество с Россией а какой будет там строй образ управления это совершенно интересный вопрос пожалуйста откровение ну и я вот я сейчас представляю интервью недавнее совсем на днях его одновы любимым американским политологом Джорджа Фрейдман он объективный как Стивен Холл и он откровенно говорит да американцы стояли за переворотом Украины это настолько явный циничный госпереворот совершенный американцем что пойдет в историю все я завершил какие вам аплодисменты